всем доброго солнечного дня сегодня мы приготовим с вами мяско с тыквой и с грибами в горшочках вот такие горшочки объемные довольно таки 500 граммовые они и мы будем готовить в них мяско мясо можете брать любое я взяла свининку вот такая свининка вот такими средними кусочками я порезала ее вот 600 грамм свинины 400 грамм у меня тыквы и 200 грамм грибочки шампиньончики маленькие 1 луковица также соль специи мы будем использовать по вкусу и еще мы будем использовать вот такие помидорчики я 2 штучки порезала 2 зубочка чесночка взяла и 2 столовые ложечки будут использованы сметаны сейчас я ставлю на огонь мясо как я сказала мясо вы можете брать любое чуть-чуть я буквально 40 грамм влила растительного масла сейчас у меня оно подогреется хорошо и я обжарю до румяности легкой мяса потом мы обжарим со специями тыкву и лук у нас будет обжариваться с грибами все это будет укладываться в горшочке и тушиться в духовке ну что приступаем я отправляю мясо на сковороду мясо мы будем солить в конце когда оно уже подрумянится и обжарится ну и чтобы не тратить наше время даром я сейчас на другой сковороде обжарю со специями тыкву значит к тыкве я добавлю черный перец соль и кориандр все это все что я отправлю тыкве для тыквы я также добавила на сковороду 40 грамм растительного масла вы можете использовать алисовое так наше мясо обжаривается до какого момента до какого момента мы его обжариваем а я отправляю тыкву на другую сковороду подрумянивается хорошо мы его не сильно зажариваем и на этом этапе я его сейчас присалю тыквочка наша уже готова я ее уже поджарила вот я присаливаю со специями торта у меня в таком состоянии оно должно быть быть так а теперь я буду обжаривать сейчас лук и грибы но сначала я выложу наше мясо в горшочке чтобы освободить тебе сковороду потому что именно грибы мы будем обжаривать с луком на этой сковородке на которой жарилось мясо а мясо я перекладываю в наши горшочки вот так на глаз наполовинку делю оно жарилось хорошо конечно же его здесь уже меньше но для наших горшочков вот так где-то приблизительно наверно было 600 осталось где-то может 500 грамм не знаю как оно там ужарилось так а сейчас я на эту сковородочку забрасываю ну капельку я подолью сюда буквально не знаю грамм 20 еще маслица и кладу лук и мы сюда будем выкладывать грибочки блюдо очень быстро приготовить мяско порезали тыквочку порезали все потихонечку обжарили до полу готовности вот очень хорошо наш лучок обжаривается а теперь сюда мы отправляем нашу тыкву она тоже уже готова она со специями прожарилась вы знаете я сюда положила кориандр к ней очень вкусное получается блюдо а главное полезное вместо свинины используйте любое мясо гиетическое тогда у вас вообще будет допустим кролика если так приготовить или курочку да или молодую телятинку ой это просто изумительное как раз наша вся тыквочка уходит сейчас все сядет хорошо потом я забыла сказать сверху когда мы положим несколько лепестков поверх грибков с луком кружочки положим томатов мы нальем водички ну сколько возьмет горшочек я не знаю там стаканчику по стаканчику может меньше не забывай о том что все наши овощи и мясо тут же дадут сок так ну вот лучок я обжарила вот до такого состояния и сейчас туда отправляю грибочки грибочки я посолю и тоже чуть-чуть я это все присолю когда грибочки подрумянятся сейчас у меня у меня соль со специями буквально чуть-чуть я присоливаю присоливаю и уже когда горшочки будет сок и так грибы уже дали запах хороший такой аромат это говорит о том что они уже готовы начинают когда грибы давать запах грибной это значит что они уже приготавливаются я их чуть-чуть сейчас присолила капелюшечку опять и все выключаю огонь и отправляю наши грибочки с луком в горшочки слегка-слегка так осаживая и ложечкой немножечко вот так осажу оплотнее чтобы не было пустоты тыквочка у нас тоже хорошо так кусочками вся до полуготовности сделана и продолжаем грибочки значит у нас грибов было всего 200 грамм и одна луковица небольшая где-то среднего размера у меня наполнилось уже надо оставить немного места конечно же для помидорчиков и чтобы сок там наш выделялся из овощей и мяса было место где тушиться нашему мясу посмотрите как все хорошо уходит в эти горшочки ну и теперь я буду укладывать сюда помидорчики вот наши помидорчики я вот так закрываю такую крышечку делаю такую крышечку делаю томатную чесночка сейчас сюда немножечко порублю мне чесночок довольно крупные зубочки думаю хватит одного зубочка для аромата но есть желающие могут положить зелень которую они любят но я как то вот не кладу в такие горшочки зелень потому что томиться довольно долго будет где то минут сорок около сорока минут наши горшочки будут в духовочке поэтому я зелень не кладу а вот чесночок да я кладу да достаточно одного зубочка все так и последний штрих к этому блюду сметанка так где наша сметанка вот наша сметанка по одной ложечке я положу сметанку конечно же ложить лучше двадцати процентную вот так вот я укладываю по одной столовой ложечке все и наши горшочки я отправлю тушиться все это дело где то минут на сорок закрою но сначала я добавлю ну вы знаете сок пустится очень хорошо потому что там достаточное количество томата вот сама тыква поэтому я так вот чуть-чуть буквально вот так ну не знаю грамм может по сто где то по пол стаканчика этого достаточно вот уже когда сок пустится и вы увидите как там оно начнет все хорошо бурлить тогда вы посмотрите вам надо добавлять или не надо вот так видите я сейчас наши горшочки на противень и в духовочку все будем ждать итак смотрим что у нас получилось в горшочках так сейчас я достаю чтобы было понаглядней чтобы было понаглядней грибочки вот идут так вот я добралась уже до мяса посмотрим как оно готовилось запах просто прелесть аромат от тыквочка так сейчас смотрим смотрим как у нас здесь оно будет выглядеть на тарелочке потому что в горшочке его так не рассмотришь конечно с горшочка его кушать намного приятнее но нам надо посмотреть что же у нас получилось сейчас я юшку соус вот этот попробую вкуснотища такой знаете сладковатый вкус это дает тыква горячая вот смотрим мясо с тыквой вот тыква она и не очень разварилась имеет свою свой нормальный вид такой ну вот мяско с тыквой я беру и пробую что же это такое ребята это очень вкусно очень вкусно я вам скажу просто необыкновенно как вкусно просто замечательно мясо такое посмотрите как оно хорошо просто разомлело в горшочке мясо видите какое прекрасное мясо дорогие мои я рекомендую вам приготовить любое мясо с тыквой в горшочках и с грибами это очень вкусно ну что мои дорогие не забывайте подписываться на мой канал заходите я всегда вам рада всего вам доброго спасибо пока я не буду я не увидев что я не знаю я не знаю пошел что если Продолжение следует...